Вы знаете, это вопрос, который мне задают постоянно. Что происходит, когда ты умираешь? Куда отправляются верующие, когда они умирают? Итак, есть христиане, последователи Иисуса, рожденные свыше верующие, которые верят в то, что называется сон души. То есть, когда ты умираешь, это как сон. Именно поэтому это называется сном в Новом Завете. А когда в следующий раз ты открываешь свои глаза, то есть ты вначале закрываешь глаза, а потом открываешь, как если бы у тебя была операция, как тебе сделали анестезию, и затем ты просыпаешься, и это все, что ты помнишь. Некоторые верят, что именно так это происходит. Ты закрываешь глаза во время смерти и открываешь глаза во время воскресения с Господом. То есть, между этими событиями ты не в сознании. Но хотя я понимаю, почему люди приходят к такой мысли, понимаю места Писания, которые они используют для подтверждения этого, и хотя это не еретическая позиция, я все равно не верю, что она библейская по многим причинам, и из-за множества стихов Писания. Павел пишет во втором послании Коринфянам 5.1, «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». И он продолжает пояснять, что значит быть вне тела в присутствии Бога. Павел говорит об этом в послании к филиппийцам, когда пишет, что он готов умереть мученической смертью, и говорит, «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». То есть, «я покину этот мир и буду с Иисусом». Это то, что Иисус сказал разбойнику на кресте, когда тот исповедовал веру, признав то, кем он является. «Истинно, говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Даже картина верующих мучеников пред престолом Божьим в Откровении 6, то, что их души взывают к Богу, говорит о том, что они в Божьем присутствии. То есть, то, чего мы в конце концов ожидаем, это второе пришествие и воскресение. Это великая цель. Но насколько я могу понимать это, в тот момент, когда ты покидаешь этот мир, будучи верующим, ты тут же попадаешь в Божье присутствие. Да, ожидая воскресения, но как Дух в Его присутствии.